Сегодня у нас проходят дни корейской кухни, а самым лучшим, самым известным корейским национальным блюдом является это свежеваренная собака. Русскому человеку, наверное, есть собаку некомфортно. Ему для этого надо или очень много чего выпить, либо сделать такой гарнирчик. Поэтому в первой части мы сегодня будем делать гарнир, а в следующем видео, во второй части, мы будем делать уже саму собаку. Для этого нам понадобится вот такая вот корейская морковка, одна луковица, чеснок, кому сколько нравится, уксус, подсолнечное масло, либо оливковое масло, либо кукурузное, в общем, любое масло. И 6-7 средних морковин, но у меня такие, 3 крупные. В общем, с них и начнем. Так, сначала нам надо морковку почистить. Сделаем это вот таким вот ножом. Вот таким вот. Таким ножом это делается все очень быстро. Буквально одна минутка, и все будет готово. Абсолютно не прикладываю никаких усилий. Да, потом мы будем тереть на терку. У кого есть, можно воспользоваться кухонным комбайном. У меня кухонный комбайн есть, но там получается она очень крупная. Мелкой терки у меня нету, поэтому я решил вручную все это сделать. Так, сейчас еще вот чуть-чуть сниму вверх, чтобы точно не было грязи всякой. Так, первая морковка у нас готова. Вот, расскажите, что вы вообще знаете о Корее. Вообще знаете, что есть Северная и Южная Кореи, которые разделяет 38-я параллель. Есть даже фильм такой, по-моему, так и называется, 38-я параллель. Может быть, вы сами были в Корее. Если да, то в какой? В Северной или в Южной? Сразу скажу, в Северную попасть практически невозможно. Если вы туда попали, то там ничего лишнего фотографировать нельзя. Никаких анекдотов политических про их лидера. Ким Чен Нерой. Говорить нельзя, шутить нельзя. В общем, это такой Советский Союз в худшем, наверное, своем исполнении. В общем, много историй есть про Северную Корею. Например, она не участвует ни в каких Олимпиадах, ни в чемпионатах мира. Там есть даже знаменитая история. Проводился чемпионат мира в Бразилии в каком-то? В 2012 году или в 2016, уже не помню. В общем, естественно, Северная Корея туда не поехала. Но по своим новостям, там был сюжетик. И, в общем, они рассказали, что северокорейские футболисты выиграли этот чемпионат мира и в финале обыграли сборную Бразилии. Ну и это, как бы, местные люди в это верят. Потому что у них нет ни интернета, никаких доступов и средств связи с внешним миром. Мобильных телефонов там нет. Позвонить в другую страну невозможно выехать в другую страну тоже. Чтобы выехать, надо пройти 100-500 комиссий, где вас проверят, идеологически правильно ли вы подкованы, не будете ли вы позорить там величайшую родину, эту Северную Корею. Ну, в общем, как такое может быть в 21 веке, вообще непонятно. Да, ну, несмотря на это, вот самый большой спортивный стадион построен, да, в Северной Корее. Там, по-моему, вымещают то ли 250, то ли 300 тысяч зрителей. Ну, какие там соревнования проходят. Проходят там одни парады. Причем там голод очень большой был в 90-х, 2000-х годах. И, по-моему, они даже отказываются принимать помощь от всяких международных благотворительных организаций. Ну, в общем, так живут в своем замкнутом мире, поэтому они реально отстают от всего остального продвинутого мира. Но, несмотря на это, это, конечно, ядерная сторона. Поэтому, скажем так, только из-за ее ядерного потенциала с ней и считается. Ну, а Южная Корея одна из самых передовых стран мира. Всемирно известные бренды. Samsung, LG оттуда. Автомобили Hyundai, Kia тоже оттуда. Кроме того, раньше как бы центром мировым кораблестроения была Великобритания, иногда Роландия в некоторые какие-то воды. Сейчас же все суда строятся на вертях Южной Кореи. Как и танкеры, так и круизные суда. Так, теперь нам надо чистить морковку. У меня она очень крупная, поэтому сначала ее разделим на несколько вот таких вот частей, поменьше. Да, наверное, если будете покупать морковку, такую крупную, то у меня не берите. Берите лучше несколько мелких. Так, тереть я буду вот на такой вот терке. Смотрите, тут она очень мелкая. Это вот специально, кстати, для корейской морковки, я так понимаю. Сначала буду тереть вот такую вот миску, а потом пересыпать в большую. Так, как бы приловчиться. Или сразу большую тереть. Наверное, давайте попробуем. city 196 милли zur skirt. Уdriving в этот MAP-2020. Мир frente знаете, я и если бомбин. Так, как бы он ди하기 вылечит. Ну, тут или останавливая. Сnajtermэнт querожид� события Sales. Т�с pagar. Дальше протяну. Продолжение следует... 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 Добавляем... Добавили... Продолжение следует... 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 не на поле боя и надо обсмаживать до золотистой корочки так считаем дальше сделать пока смажется цебуля лить надо ацета по вкусу ну где-то пол ложки столовой может полторы ну я наверное полторы вольем что-то мне кажется у меня морковки много раз да желательно используйте кастрюлю большую потом надо будет все перемешивать маленькая у вас это плохо получится так теперь давайте пока лук жарится до золотистой корочки почистим вот у меня два зубчика чеснока но это очень крупный сами же по вкусу берите ну вот такие вот кто как любит сейчас на это дело с кусочком подготовим сейчас вот эти вот грибы ходят коронавирусы чеснок и волк это лучшее средство всегда было от всяких таких заболеваний поэтому наверно для профилактики можете чесночка побольше добавить вообще в комментариях пишите как вы относитесь ко всей этой истории с коронавирусом кто-то говорит его вообще нету кто-то говорит это все сделано чтобы люди потратили деньги на маски мое мнение конечно что коронавирус есть но весь мир закрывать не надо а именно всех этих процедур надо придерживаться людям которые находятся в группе риска то есть пожилым людям там со слабым иммунитетом либо у кого есть всякие болезнь с дыхательными путями то есть астматики наверно у кого с легкими проблемы и так далее потому что как вы знаете поражаются легкие при этой болезни так вот так вот у нас лоб выглядит золотистой корочки еще нету как раз так вот такая вот у меня чеснокодавка вот чеснок я не особо люблю но пампушки это просто объедение особенно свежие и горячие может наверное сделать видео как я пампушки делаем тоже умею пишите комментариях хотели бы увидеть как готовятся настоящие украинские пампушки я думаю хотели бы да тоже когда давите чеснок не надо весь сразу все запихивать вот так вот одно выдавили одну добавили чувство меры должно быть во всем что касается приготовления еды и не только еды и всего остального так это подготовили а вот сделаем по себе сильнее так читаем еще раз чтобы я ничего не пропустил дал к сожалению нет инструкции на русском языке так 7 маковых потереть на терке потерли 1 чайную ложку соли добавили оставить на 15 минут время как раз подходит 80 грамм али и осмажет и в ней на величку цибулыну смажется пока цибулына смажется до моргну высыпать приправу за смоком сейчас эту приправу сыпем так все сейчас сыпем приправу и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!